Боксер промоутерами без боев. Вот для меня загадка, как даже такой заслуженный боец, как Микель Кеслер, многократный чемпион в супер средней весе, может без боя стать претендентом и занять высокое место в рейтинге следующей весовой категории, ничего там не добившись. Ну, поэтому это пояс и серебряный, ни золотой, ни бриллиантовый, как сейчас принято. Очень много поясов. Так вот, ну, скажем так, по иерархии рейтинга WBC, наверное, это бой за второе и третье место. Но в рейтинге стоит на первом уже Чат Доусон чемпион, Микель Кеслер занимает первое место. Боксер фантастически устроился хорошо на этой строчке. Всем остальным пришлось потесниться. Алан Грин, боец, которого любят телевидение по прозвищу Пес-Призрак, 32 года, он чуть-чуть младше Кеслера, и встречался, побеждал также очень хороших соперников, но в его пассиве три поражения, хороший опыт приобрел. Вспоминается и его рубка с Эдисоном Мирандой, когда и тот, и другой побывали в нокдаунах. И бой с Андре Уордом, самый тяжелый в жизни Алана Грина, потому что совершенно деклассировал его Уорд. Ну а в следующем бою, который состоялся через пять месяцев, ветеран из ветеранов Глен Джонсон нанес первое и единственное поражение нокаутом. Хотя Алан Грин лидировал в этом бою по очкам, но не доглядел немножко и в восьмом раунде был поверден. Вот как раз Алан Грин боксировал и в суперсредний вес и в полутяжелый, так что ему несложно подняться в следующую весовую категорию. После того, как не смог он ничего добыть в турнире супершестерки и проиграл еще и для Джонсону. Но вот теперь против него соперник не менее сильный, если бы бой пришелся на рассвет у Кеслера. А вот Кеслера-то болтануло и очень прилично. Это нокдаун, очень тяжелый причем. Точно в подбородок, несмотря на все улыбки, мы понимаем, что состояние Кеслера близко к нокауту. Почему не бросается вперед Грин? В три раза стал Кеслер медленнее, все-таки дерется. Зачем давать паузу противнику? Неужели не понял Алан Грин, что сейчас происходит с Кеслером? Слово «зачем» можно сказать, наверное, десять раз. Зачем он вышел в этой весовой категории, хотя весит как средний вес? Это первое. Зачем он согласился на этот бой? Два. Зачем он просто-напросто перешел в другую весовую категорию и сразу дрался за титул? Есть много вопросов. Но Кеслер – это супер боксер. Наверное, за последние много лет он самый популярный, самый значимый боксер в этой стране. И вообще во всем мире его знают. Он много боев провел и в Америке, и в Канаде, и в других странах. Завоевывал большие титулы. Вот он, этот прямой правый. Заболтался Кеслер. И осталось только добить или просто толкнуть его. Да, просто толкнуть. Неужели не поверен Алан Грин, что он точно попал и что сейчас можно бой закончить в свою пользу? Потому что в конце раунда Кеслер достал противника и достал. 44 победы, все-таки не будем забывать и 33 нокаута на счету Микеля. Отойдет ли он за эту минуту? Ему очень тяжело, это видно. Но американец очень сильный. Бесспорно. Все-таки он моложе. Ну, разница в один год. И тяжелее. Не слишком существенно, а вот то, что он тяжелее, и то, что Кеслер провел за свою жизнь большее количество поединков, это тоже сказывается. Какой-то Кеслер замедленный. Он какой-то не такой, понимаете. Мы видели его в лучшие годы, в лучшее время, когда он просто блистал. Он был очень быстрый, он здорово передвигался. И не набрав особо массы, он потерял скорость. Вот как раз в то время, не так уж много средневесов было из Европы. И он просто удивлял, когда выступал в США, удивлял американских зрителей, да и вообще весь мир тем, что побеждал. Но Грин не спешит. Никуда не спешит Пес-призрак. Такое чувство, что Грину все понятно, в каком состоянии сейчас Кеслер. Он не отойдет и он только выбирает момент, чтобы точно так же точно попасть мощным ударом, свалить соперника. А потом уже, как будто он не хочет его просто добивать. Он хочет его нокаутировать одним ударом и все. У Кеслера всегда было желание драться достаточно часто. Но вот эта пауза, когда он за два с половиной года провел лишь два поединка, наверное, на нем не очень благотворно сказал. Да, два последних боя он выиграл. Но до этого жесточайшее поражение от Андреа Уорда. Уорда несчастливый боксер как для одного, так и для другого. Ну, действительно, Андрей Уорда это звезда современного. Пришел в себя Кеслер, посмотрите. Он стал другим. Вот такая была двух минут на паузу. И, в общем-то, виноват в этом. Это стало видно по глазам. Он стал другим совершенно. Какое-то мгновение. Стал увереннее, стал быстрее. Наконец-то он увидел соперника. Он просто отошел сотрясение. Грин дал ему прийти в себя. Сам виноват. Может быть, по итогам этого поединка, после него, будет корить себя. Что же я не добил его, когда мог? Вот Кеслер никогда не проигрывал нокаутом. А вот прилетело в обратную сторону. Кеслер никогда не проигрывал нокаутом. Всего лишь у него два поражения. А Грин проигрывал единожды из трех поражений. У него один проигрыш нокаутом. Да. Но, с другой стороны, вот, когда У проигрывал Кеслер Уорду, все-таки решение было техническое принято, но оставалось совсем немного Кеслеру до того, чтобы попасть в нокаут. Продолжение следует. Комендую. Впрочем. Ага. Кремень. 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 Это же срежение. Тоже на какого. Ты делаешь тоже не дырые. Но вы встали немного. Где полный для从, встали его. Кремень. Сколько и пилиз, а встали его с коленцем. Ирегий. Играет. Комендую. это не знаю, почему я победил. Так хорошо. Хорошо. Держите, держите. Ладно, я, не знаю, не знаю, не знаю. Дайте мне его в ответ. Сигни. В рамках 3. Джимми Монтоя, известнейший тренер, который работал в свое время и с Алексисом Аргелло, и с Эктором Камаччо, и с Тони Лопесом, который сейчас находится в углу Микеля Кеслера, сказал ему в перерыве, что ты выглядишь очень неплохо, все нормально, но я хочу, чтобы ты больше работал джебом и двойным джебом. Посмотрим, услышит ли своего наставника нынешнего Микеля Кеслера, ну и даст ли гринд так легко действовать. Мне совершенно, впрочем, непонятно, почему гринд так легко отпустил противника. Вроде бы мы говорили уже даже сегодня о том, что североамериканские боксеры, крови у них цеплятся в раненую добычу. Он потерял шанс в первом раунде, на самом деле. И объяснить я это логически никак не могу. Знаете, не знаю, как судьи считали второй раунд, но Кеслер, конечно же, был у Грина такой стоячий нокдаун, причем очень тяжелый, выстоял он. Но вот этот удар, наверное, решил исход второго раунда, несколько удачных серий провел Кеслер сначала. Вот еще один боковой удар, посмотрите, добивает. Он умеет это делать. Вот это качалка называется, то в ту, то в другую сторону. И сейчас я уже вижу, что гринд является легкой добычей. Не потому, что он в гостях, а потому, что... Грин приглашает. Как бы Кеслер говорит, ну иди, ну покажи. Ну попал, да, ну еще попади, попробуй. Ну, а что в этой ситуации делать? Если он не может точно контратаковать и встречать, тогда он каким-то образом играет на соперника, на зрителей, на судей. Не очень. Мне, честно говоря, импонирует передвижение грина по рингу. Такие, на мой вкус, замедленные. Не очень пластичные. Вот она. Вот сейчас я вижу того Кеслера, которого мы привыкли видеть, которым когда-то восхищались. Практически не работает корпусом гринд. Превращаясь в такую достаточно легкую мишень. Ну, он выше ростом. Очень, очень сильный левый боковой у Кеслера. Мы это уже видели несколько раз. Ошеломил своего соперника этим ударом. Такой на прыжке неожиданный совершенно. Вы видите, он часто атакует джебом. В туловище как бы выманивая его опустить руку, а потом на прыжке бьет боковой. Но у него очень сильный прямой правый. И тем же самым джебом в туловище он выманивает гринд. Надо опустить левую руку, чтобы атаковать точно в голову. Закончен третий раунд. Ну что ж, прекрасный бой мы с вами наблюдаем. Который бесспорно за Кеслера. Третий раунд, да, за Кеслера раунд. Рон Рисов просит от Грина. Ты так же бей по корпусу. Бей и джеб по корпусу. И пусть она ощутит твой удар на себе. В правом глазах. Вероятно, это было от этого удара. Да, вот почесал глаз. Какая-то такая шишка, которую я видел, как Кэтмен раздавливал синяк. И он не мог это сделать. В конце концов, эта опухоль может увеличиться. И глаз закроется. Понятно, рано об этом еще говорить. Как бы там ни было всего лишь четвертый раунд. И умелые специалисты Кэтмена и Секунданта сделают все возможное, чтобы облегчить боксеру его нахождение. Вот это да! Мощнейший левый боковой. Который мы ждали. Это страшный нокаут. Неожиданно резкий. Не стал считать нокдаун до конца. Он вынимает капу изо рта Грина. И не позволяет тому встать. Просто не понимает, где сейчас находится Алан Грин. Я в шоке. Честно вам скажу. И вроде бы все. Песенка Кэтмена была спета. В первом раунде можно было заканчивать. И вообще его песенка, после его неудачных выступлений, после его перехода в другой вес. Ну, какой смысл? Все думали, для чего он это делает. И вот вам, пожалуйста. Совершенно неожиданная концовка. Да, Кеслер. Оказывался потихонечку сильнее. Да, набирал очки. Но что он так эффектно закончил бой? Праздник. Праздник в лагере Завланд. Так рано. Потому что не был, в общем-то, потрясен. Не был вымотан. Алан Грин. Сил у него еще оставалось предостаточно. Американец до сих пор в нокауте. Он лежит и не может прийти в себя. Ему даже не пытаются дать встать, потому что он сам этого сделать не может. Вот врачи уже подошли. Колдует над ним. Понятно, это наша пыль. Это чистая вода. И, возможно, налет на задуло. Спасибо. Продолжение следует...